Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермишов. До выборов депутатов Красноярского городского совета осталась ровно одна неделя. Уже в это воскресенье мы с вами пойдем на избирательные участки. А вот оценить, как проходит предвыборная кампания, мы попросили первого заместителя представителя законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешкова. Добрый вечер, Ян. Добрый вечер всем зрителям. Алексей Михайлович, начнем с главного. Вот на ваш взгляд, как сейчас идет избирательная кампания? Вот на мой взгляд, она идет так спокойно и даже так виловато чуть-чуть. Ну, это вы, Ян, избалованный, значит, избиратель. Потому что мне как раз кажется, что кампания идет очень ярко. Во-первых, она носит во многом дворовой характер. Огромное количество кандидатов проводят встречи во дворах. Я бы сказал, что впервые, может быть, за последние лет 10, развернулась серьезная борьба за красноярские дворы. Кандидаты, лидеры списков, одномандатники приезжают во дворы, проорганизовывают встречи. Такого не было раньше? Вот я бы сказал, что так массово не было. Обычно эту работу вели только две партии. Единая Россия и КПРФ. Сегодня вот таким же форматом овладели и другие политические партии, и ЛДПР, и Патриоты России, и Коммунисты России и так далее. То есть достаточно большое. Поэтому мне кажется, мне недавно, кстати, знаете, председатель нашей городской избирательной комиссии, Анна Георгиевна Лисовская, рассказывала, у нас же избирательная комиссия городская расположена территориально на первом этаже обычного пятиэтажного здания. И, как вы понимаете, лето, жара, и Анна Георгиевна мне говорит, я за неделю услышала через открытое окно всех агитаторов всех партий. Потому что к бабушкам во двор пришли все. Вот, поэтому, знаете, это достаточно важная такая черта. С другой стороны, выборы эти носят достаточно важный для города характер. Мы с вами понимаем, что год назад у Красноярска появился новый мэр, и фактически впервые он участвует в формировании городского совета, представительного органа. Для главы города, безусловно, очень важно создать конструктивную команду. Политическим оппонентам, наоборот, важно укрепить свои позиции в городском совете. Поэтому вот это вот политическое, так сказать, противостояние достаточно серьезное. Если к этому добавить, что некоторые политические силы заявляют об этих выборах городского совета как о предвестнике будущих губернаторских выборах, и это уже звучит даже в роликах, и, например, патриоты России называют, что, голосуя сегодня за эту партию, вы голосуете за смену губернатора края, в общем, это, конечно, тоже придает особую остроту избирательной кампании. Ну и плюс, конечно, есть ряд существенных изменений, связанных с законодательством. Во-первых, 16 партий у нас. Во-первых, да, прошла либерализация политического нашего законодательства, 16 политических партий выставило свои списки. Это хорошо или все-таки нет? Потому что 16 партий – это большой список. И разобраться в них... Вы знаете, вот моя задача и моя работа не заключается в оценке, хорошо это или плохо. Мы должны создать условия для оформления политического пространства края. И мы в законодательном собрании в этом смысле приняли соответствующие законы, мы обеспечиваем всем равенную и права на участие в выборах. Но, что касается, хорошо или плохо, знаете, вот давайте вы лично, Ян, и каждый зритель канала «Аниси-регион» пусть для себя ответит. А он видит вокруг себя 16 политических партий. Вот сколько политических партий замечают жители края, жители города в обычной повседневной жизни? Вот мне кажется, это ответ на вопрос. Потому что в идеальной ситуации все должно совпадать. Количество активных партий должно соответствовать количеству участников выбора. Когда мы видим большее количество участников выборов, чем реальный политический спектр, который мы видим среди своих знакомых, среди своих друзей, среди круга общения, это значит, что есть те, кто хочет поспекулировать на вот этой политической либерализации. С другой стороны, понимаете, это же тоже не новость. Россия переживала, у нас с вами были бюллетени и по 40 с лишним партий. Поэтому, ну, переживем мы это. Посмотрим. Понятно при этом, что основная борьба разворачивается между 6-8 партиями. И я думаю, что 5-6 партий будет представлено в результате в городском совете. Вот как раз мы упомянули о том, что сейчас очень много агитаторов ходит, сейчас представляют свои программы, разные есть мнения. Хотя во многом, во многом, вот кандидаты в депутаты, они сходятся. Когда начинаешь с ними разговаривать, они практически все называют одни и те же проблемы. Но есть некоторые расхождения. Вот что, на ваш взгляд, реальное содержание, да, повестки, А вот что, на ваш взгляд, какие-то политические такие вот ходы, такие именно политтехнологии? Ну, вы знаете, Ян, вот я сторонник пользы выборов. Когда выборы имеют пользу для жителей? С моей точки зрения, ровно в тот момент, когда на выборах обсуждаются серьезные сущностные вопросы городского развития. Вот, причем те вопросы, на которые может реально влиять тот уровень власти, куда мы выбираем людей. Вот что делает городской совет? Городской совет принимает городской бюджет. Городской совет устанавливает местные налоги и сборы. Городской совет утверждает план развития города, включая генеральный план города. То есть это вопросы организации местной жизни. Поэтому, когда вдруг кандидаты начинают заявлять, что они решат вопросы федерального уровня, ну, например, повысим пенсии, всем понятно, что пенсии платятся не из городского бюджета. Значит, соответственно, возникает вопрос, вы врете или вы сами заблуждаетесь? Вот, содержание обсуждения повестки дня перспектив развития города, к сожалению, прослеживается не очень у многих партий. К сожалению для меня. Многие попытались использовать негативные моменты, которые произошли в последний месяц в Красноярске. Ну, вот, казалось бы, трагедия, да, рухнула подпорная стена, или там вот то, что в больнице впервые произошло. Казалось бы, вообще говоря, попереживать, посочувствовать, подумать о том, как с этим бороться. Нет, смотрю, начинаются пляски на костях, появляются ролики в сети интернет, демотиваторы так называемые, начинается такое огульное охаивание людей, как причастных, так и непричастных совсем к этому, но их пытаются привязать к этому. Мне кажется, что, конечно, это не на пользу выборам и не на пользу городу. На пользу городу, подчеркну, обсуждение содержательной перспективы развития города. Кстати говоря, ведь именно это было, например, ключевым содержанием год назад выборов мэра Красноярска. Вот, к сожалению, пока не происходит. И даже когда некоторые политические партии пытаются предъявить какую-то программу, кстати говоря, обратите внимание, всего 4 из 16 партий опубликовали свои программы. Программы действий. Хотя, подчеркну, это требования федерального и краевого закона. Все партии должны опубликовать свои программы. Сказать, видимо, некоторым нечего. Это тоже серьезная проблема. Вторая отличительная черта этих выборов, вторая отличительная черта, это, конечно, то, что очень активно ломанулся бизнес в городской совет. Честно скажу, я не вижу в этом ничего плохого. Я думаю, что если бизнес будет представлен в городском совете, это тоже на пользу, потому что город и городской совет должны обсуждать режим налогового, например, такого благоприятствования для развития малого и среднего бизнеса в городе. Для развития инновационного развития. Но, вот, понимаете, мне все время довелось работать в городском совете, в котором было активное такое лобби предпринимателей. Хочу сказать, что очень часто это лобби борется с социальной инфраструктурой города. На выборах все вроде заявляют, что они все за здравоохранение, за образование. Но когда речь заходит, например, о налоговых льготах, предприниматели себя считают более важной частью городского сообщества, чем, например, врачей или учителей. При том, что, смотрите, мы только-только по учителям смогли в целом по краю довести примерно среднюю заработную плату учителей до средней по экономике. Я бы сказал, чем мотивируют они. Более того, смотрите, 70% сегодня бюджета краевого, например, фактически тратится на выплату заработной платы работникам социальной сферы. Поэтому нужно понимать, что как только кто-то начинает лоббировать какие-то льготы, например, для бизнеса, тогда нужно ответить на вопрос, хорошо, а зарплаты тем, кто учит ваших детей, кто лечит вас, они откуда будут платиться? Я скажу, откуда идет мотивация всего этого? Хорошо, мы дадим льготы бизнесменам, бизнесменов, в твоей очереди, станет больше, и отсюда мы восполним вот тот самый недостаточный налог. Это вот такой мотиватор он есть. Эту логику мы слышали в 90-е годы, и эти лозунги привели к задержке зарплаты учителям в среднем до 6 месяцев, работникам жилищно-коммунального хозяйства до 10 месяцев. Это все было уже на наших глазах. Понимаете? Вот вопрос в том, общество наше эти уроки выучило или нет. Мы ответ с вами увидим в ночь с 8 на 9 сентября. Еще раз подчеркну свою позицию, чтобы тоже было понятно. Мне кажется, что городской совет должен сбалансированным быть, и в нем должны быть представлены все основные социальные группы нашего общества. И бюджетники, и представители транспортной инфраструктуры, и представители малого и среднего бизнеса, и представители крупных компаний-лагоплательщиков, которые формируют ядро городского бюджета. Вот очень важно, чтобы именно этот баланс был. И за этот баланс, я хочу подчеркнуть, отвечают партии, выдвинувшие своих кандидатов, и избиратели, которые проголосуют. Потом не надо удивляться. Вот это очень важно. Потому что у нас очень часто избиратели не чувствуют своей ответственности за то, кого они избрали. Я хочу сказать, что пять лет не только депутаты будут ответственны перед своими избирателями, но и избиратели будут нести свою ответственность перед всем городом за то, за кого они проголосовали. Это на самом деле очень важная составляющая. Еще немного о технологиях. Вам не кажется, что в этом году те технологии выборные, которые применяются, они все уже настолько раз опробованы, и нет ничего нового. Вот кроме того, что люди начали выходить ближе к людям, во дворы. Все остальное – это то, что мы проходили уже много-много-много раз, и то, что уже в принципе не работает. Ну, что значит не работает? Понимаете, во-первых, любому человеку свойственно все равно всегда верить в лучшее, и на этом основаны многочисленные технологии обмана. И в этом смысле, к сожалению, многие избиратели рады обманываться. И вот у меня лично была просто такая история на выборах, когда я сколько выборов участвовал и никогда никому ничего не обещал. Причем по одной простой причине. Как только какой-то один кандидат начинает что-то обещать, что вот будет так, мы сделаем это, мы от этого добьемся, у меня все время вопрос – а где гарантии? Ведь что такое городской совет? Ну, в нашем случае, в моем случае, законодательное собрание. Законодательное собрание – 52 депутата. Ты когда что-то обещаешь, ты уже со всеми остальными договорился, что они поддержат тебя в этом вопросе? Или еще все, еще все впереди? Городской совет – это 36 депутатов. Нужно договориться о единой точке зрения. А еще нет этого состава, ты еще не знаешь, с кем договориться. Как ты, чего ты обещаешь людям? Вот я читаю, мы сделаем в районе то, другой пишет, а мы вот это. Подожди, а избиратели от другого района? Вот ты обещаешь чего-то в Свердловском районе, у вас там будет два депутата от Свердловского района. А от Советского – четыре. И как они будут убеждать друг друга, где приоритеты развития? Понимаете? Поэтому вот так вот на одной из встреч, когда я вот так вот людям честно обрисовывал эту ситуацию, потом ко мне подходит одна женщина и говорит, Алексей Михайлович, ну что же вы так? Ну вы бы хоть нам хоть чего-нибудь пообещали. То есть вроде как люди понимают, что не надо верить обещанию, но услышать хочется. Поэтому вот это отношение, оно и приводит к тому, что мы видим опять фамилии двойники. Поэтому проходили миллионы раз международных. То тут ли Иванов, или там тот ли Петров имеется в виду, это еще отдельная тема. Мы видим партии, которые тоже используют двойные названия. Вот мы видим в бюллетене несколько видов коммунистов. Значит, мы увидим несколько партий с прилагательным гражданский. Значит, мы увидим несколько партий со словом Россия и разными прилагательными. Это все тоже элементы вот такой политтехнологической, если хотите, борьбы. Конечно, вряд ли об этом можно говорить о старожилах политического пространства. Но примитительно к новым партиям похоже, что здесь много чего происходит. Мы сами уже сейчас на улицах Красноярска видим плакаты, на которых там звезды шоу-бизнеса призывают не заголосовать то за одну, то за другую партию. При этом ведь понятно, что эти звезды не понесут никакой ответственности за организацию жизни в Красноярске. И, честно говоря, неизвестно, а есть ли им вообще дело до того, как живут люди в далекой Сибири и что там с ними происходит. Практика показывает, что гораздо чаще им интересно то, что происходит вокруг Садового кольца. Мы видим с вами, как активно пытаются использовать экологическую тему. Причем, вот посмотрите, мне казалось, что мы все вместе уже поставили для себя, вот в своей точке, в своем сознании, все точки по поводу ферросплавного завода. Губернатор однозначно высказался. Депутаты законодательного собрания однозначно высказались. Общество высказалось. Общество, причем самыми разными политическими партиями, высказалось. Сторонников в публичном пространстве, кроме самой компании Чексу, которая хочет построить завод, не оказалось. Более того, нас услышал президент страны, и Чексу ведь отказывалась до последнего, чтобы их проект был подвержен экологической независимой экспертизе. Президент уже обязал провести такую экспертизу. Значит, и вдруг мы что с вами видим опять на этих выборах? Опять попытки раскачать эту тему. А ведь это чем плохо? Посмотрите, как только противники ферросплавного завода пытаются прописаться в одной политической партии, это означает, что тема вновь, и сконсолидирующая за экологию, за чистоту нашего города, опять переходит в тему политического дискурса. И это, вот это как раз и дает шанс и надежду Чексу и их, так сказать, покровителям. Потому что если они смогут вновь показывать стране, что красноярское общество раскололось, что есть разные точки зрения, ведь до сих пор наша сила, в том числе отстаивание нашей позиции на федеральном уровне, заключалась в том, что все политические силы объединились и выступили против ферросплавного завода. Так что, вот видите, и здесь очень много таких вот тонкостей и нюансов, когда, к сожалению, видно, что ради сиюминутного успеха на выборах 8 сентября некоторые политические силы готовы пожертвовать и стабильностью, и долгосрочными интересами развития города и края. Вот это, к сожалению, такая достаточно тревожная борьба. Вместе с тем, конечно, мы считаем, что избирателя нашего сильно не обманешь. Мы считаем, что красноярский избиратель искушен во всех вот этих вот попытках воздействия на него. Конечно, кто-то обманется, но мы с вами получим тот результат, с которым должны будем работать, начиная с 9 сентября. Ну, а то, что у нас избиратель искушен, не вызывает недоверие в избирателя кандидатам? Вы знаете, вы имеете в виду... Когда он видит вот эти все технологии, он же если... Многие уже разбираются в этом, они понимают, нет ли в этом как раз вот отрицательной... Что не за избирателя, а против избирателя получается избирательная кампания? Ну, со стороны некоторых партий, мне кажется, ровно такая кампания идет против избирателей и против, кстати говоря, явки на выборы. Я не знаю, насколько это, ну, выигрышная стратегия. Мне лично кажется, что вот в перспективе, причем и краткой, и средней, и долгосрочной, для нас как раз очень важно удерживать позицию поддержки городской активности, гражданской активности. Потому что, ну, посмотрите, мы сами живем в миллионном городе. От развития Красноярска во многом зависит развитие края. Вот мы с вами беседуем на краевом телеканале, я знаю, что передачи Нестерегина очень много смотрит во всех территориях края. Но посмотрите, я убежден, что темы выборов в Красноярске все равно обсуждают и в крае. Почему? Здесь учатся или уже работают чьи-то дети. С перспективами развития Красноярска прямо связано развитие в целом Красноярского края. Это вот то ядро, от динамики которого зависит в целом развитие Красноярского края. Так вот, мне кажется, что... Мы должны четко для себя понять, что невозможно сегодня уже на кого-то возложить ответственность за всю нашу жизнь. Как бы это кому-то бы не хотелось. Все в большей степени жизнь каждого гражданина зависит от его личного вклада. Понимаете? От его участия в этом. Ну вот посмотрите. ТСЖ. Ты участвуешь в ТСЖ, значит, ты все-таки начинаешь как-то влиять на управляющие компании и через занозы, через проблемы, но все-таки проявлять свою волю и требовать свое качество услуг за те деньги, которые ты заплатил. А если ты просто на кухне это обсуждаешь, то значит, ты полностью отдал себя во власть управляющим компаниям. Если там нормальные люди, тебе повезло, а если барыги, ну уже никто, кроме самого тебя, не защитит. Подобного рода примеров очень много. Вот сейчас начинается учебный год, да? Мы увидели первоклассников уже красивых, да? И так далее. Посмотрите, умные родители не ждут, что школа решит все проблемы воспитания и образования. Они включаются в управляющие советы, в родительские комитеты. Они интересуются тем, что происходит в школе. Это ответственные родители, это ответственная позиция. Таких становится все больше. Все больше. В самых разных районах края. И вот это, я привел примеры, да, в двух сферах жизни, вот образование, да, и ЖКХ. Но, в принципе, в любой сфере жизни, мы с вами сейчас можем это посмотреть, мы увидим, что есть зона, когда гражданин может активно влиять на ситуацию, в которой он оказался. Влиять, ставить ее под контроль, а следовательно и самому влиять на эту ситуацию. Вот в свое время известного хоккеиста Грецки спрашивали, в чем его талант хоккеиста. И он говорил, потому что все бегут за шайбой, а я бегу туда, где она будет. Переводя это на такой управленческо-математический язык, да, это означает, что человек попытался представить себе разные элементы воздействия на эту шайбу, понимает, что единой траектории нет, есть много факторов, и шайба отклонится. И вот надо посмотреть, а что, собственно говоря, будет происходить. Но ты умеешь рассчитывать на несколько шагов вперед. Конечно. Ну не все же этим обладают качеством. Смотрите, в идеале нет, но потихоньку этим все начинают владевать. Это объективная жизнь, это то, что уже сейчас происходит. Вернемся к депутатам. Сейчас очень много новых партий. В новых партиях, понятно, что много новичков. Но многие парламентские партии, они пошли по тому же пути, они стали предлагать на выборах новичков, людей, которые только-только приходят на эту арену. Вот та же самая «Единая Россия». Да. И что? Почему? Вот есть же проверенные команды, это были пройдены многие выборы, выборы были пройдены, допустим, успешно. Это объективный процесс обмоложения кадров. Вот посмотрите, мы же сами видим, что для того, чтобы быть успешными в обществе, нужно уметь меняться. Время, все время предъявляет новые и новые требования. Мне кажется, если честно, наше общество не справляется с другой задачей. К сожалению, общество не предложило достойное место ветеранам политического и государственного управления, если хотите. Вот приведу пример. В Швеции, например, есть такой орган, называется «Высший юридический совет». Я все время спрашивал своих шведских коллег, а что это вообще такое? И они говорили, ну понимаете, это такой важный орган. Но вот самые спорные законопроекты король и парламент направляют туда для дополнительной экспертизы. И я никак не мог понять место этого органа в структуре, в системе органов власти Швеции, пока не спросил, из кого он состоит. И когда мне перечислили, что это бывший председатель Конституционного суда, бывший председатель Верховного суда, бывший, значит, председатель парламента Рексдага и так далее, то есть это как бы ветераны политического и государственного управления, чей опыт важен для общества, и они не хотят его терять, но при этом понимают, что в активной фазе этих людей хорошо бы уже было бы подпереть какими-то новыми кадрами, что, собственно говоря, и происходит. Вот у нас как раз, мне кажется, проблема с ветеранами. У этих людей колоссальный опыт. Если мы сами смотрим, посмотрим, ну тут же, например, Павел Стефанович Федерко, это же человек с уникальным опытом, очень много сделавший для края. Конечно, надо, чтобы он был не просто пенсионером. Вот про это нам всем надо думать. Но при этом нужно, чтобы в политике появлялись новые лица в крае, новые имена, с новым свежим представлением, с новой энергией, если хотите, с часто, может быть, таким более свежим взглядом на то, что происходит вокруг. И вот смотрите, как эти люди должны потом появиться в политике? Самое реальное, чтобы они начали появляться с муниципального уровня. Чтобы потом, приходя на краевой или федеральный уровень, они обладали вот этим опытом организации конкретной вот такой муниципальной жизни в городе, в районе и так далее. Поэтому мне кажется, что то, что политические партии попытались представить новые лица, это как раз очень хорошо. Более того, мне кажется, хорошо, что очень многие эти лица сегодня выдвигаются по конкретным андомандатным округам. Иногда это, конечно, приводит к смешным ситуациям. Я вот, например, когда читаю такие стоны некоторых, иногда, например, даже представителей бизнеса в интернете, например, «Ой, как же люди живут в Николаевке! Это же ужас!» Я про себя думаю, а вы откуда вообще взялись? С луны, что ли, упали? Вы где были, товарищи предприниматели? Вы когда людям зарплаты низкие платили, вы что думали, что они живут так же, как вы? Имеют возможность покупать особняки и дорогущие машины? Когда налоги недоплачивали, вы что думали, что, значит, учителя шикуют, что ли? Или врачи, значит, там уже икрой завтракают? Понимаете? Поэтому, конечно, некоторые кандидаты, так сказать, обнаруживают вот эту пропасть между социальными слоями. Но это же хорошо с другой стороны. Но! Я не думаю, что это хорошо, потому что у нас пропасть очень велика между разными слоями. Хорошо, что я обнаруживаю, я имею в виду. Для избирателей хорошо, для кандидатов не очень. Так вот, ну вот если мы это берем в сторону, то все-таки еще раз подчеркну, то, что люди идут вот с этого нижнего, с окружного уровня, появляются новые люди, это очень хорошо. Причем мы для этого, посмотрите, что сделали в краевом законодательстве. Ведь мы же изменили принципы партийных выдвиженцев. Вот городской совет Красноярска, 36 депутатов, 18 по округам идут. Это известный нам принцип. Там немного поменяли сейчас границы, но это не так важно. А 18 политических партий. Вот раньше было как? Каждая партия списочек сделала, чего-нибудь там расставила, какого-нибудь паровоза вверху поставила, известных, узнаваемых людей. И что дальше? И после этого спросить человека, а кого ты представляешь в городском совете, было очень сложно. Что сегодня произошло? Сегодня вот этот общий городской список может быть не более трех человек. А дальше все партии должны были привязать свои списки вот к этим же 18 округам. Все очень конкретно. Вот Солнечный, вот Северный, вот, допустим, если правый берег, вот Первомайка, вот Водники. Вот все в конкретных округах. И голосуя за партию в конкретном округе, люди тем самым голосуют за конкретного человека. Потому что места между партийцами будут распределяться в зависимости от того, как, в каких округах за эту партию проголосовали. И в этом смысле партийные кандидаты теперь тоже будут иметь не только идеологическую прописку, но и очень конкретную территориальную. Для чего это важно? Чтобы не отрывались от земли. Чтобы четко понимали, что они представляют интересы горожан и не вообще горожан, а вот очень конкретных людей с конкретными адресами и конкретными проблемами. Ведь мы с вами начинали наш разговор с того, что делают депутаты и так далее. У депутатов ведь есть еще одна очень важная функция. Вольно или невольно, но депутаты, как люди, избранные населением, наиболее близкие в этом смысле к людям, очень часто вынуждены решать просто обычные проблемы коммуникации гражданина с органами государственной и местной власти. Вот я, как депутат одномандатник, я всегда по округу избираюсь, больше половины обращений ко мне касаются не краевых законов, за которые я непосредственно отвечаю, а совсем по другим вопросам. По работе ЖКХ, по работе городских служб, по работе транспорта, по работе органов социальной защиты и так далее. Иногда по вопросу по работе судей, мировых судей и так далее. И я что должен делать? Я просто помогаю установить эту коммуникацию. Гражданин сам мог бы обратиться, но он не особо верит в эффективность и приходит за поддержкой депутата. И ты пишешь точно такое же письмо. Оно там также идет по всем этим инстанциям. Но, конечно, в этом смысле, когда ты обращаешься вроде по конкретной проблеме, но ты намекаешь чиновникам, что за депутатом стоит целый округ, что это вообще тысячи людей, которые пришли, проголосовали. И в этом смысле, это вот такая представительная функция, если хотите, депутаты. На русском уровне, я так понимаю, что вот этих обращений именно вот такого уровня, не по закону, а их еще больше. Конечно, их еще больше. Как бы вы оценили предвыборные кампании парламентской оппозиции? Вы знаете, две ремарки по этому поводу. Значит, первое, меня умиляет, прошу никого не обижаться, что люди, находящиеся во власти, делают вид, что они к власти не имеют никакого отношения. Вот посмотрите, сегодня законодательное собрание края. Все понимают, что там представлена Единая Россия. Да, это так. Но там представлено также Справедливая Россия, Коммунистическая партия Российской Федерации и ЛДПР. Вот на краевом уровне уже четыре партии не просто находятся во власть, они там получают заработную плату, они обладают всеми теми же правами, что и депутаты от так называемой партии власти Единая Россия. У них ровно такой же статус. И в этом смысле, когда они пытаются сделать вид, что от них не зависит ситуация в жизни, ну, прямо скажем, это не очень правильно. А дальше вопрос взаимодействия. Потому что, ну вот по опыту, опять-таки, в законодательном собрании я вижу, что все в целом законодательное собрание достаточно открыто и конструктивно обсуждает самые разные предложения. И никто не оглядывается, кто является автором этих предложений, какую партийную прописку имеет. И второй момент, который тоже нужно иметь в виду. Пытаются сейчас обвинить, что некоторые из этих партий не ведут яркую кампанию. Каждый ведет кампанию как может, как считает нужным. Я при этом уверен, что у всех этих партий есть свое электоральное ядро. То есть те люди, которые за них традиционно уже голосуют, которые верны своим партиям, и они поддержат свои партии на выборы. Здесь я бы особо не удивлялся. Мне кажется, что такая обычная, нормальная работа. Новички-то ведут свои избирательные кампании очень активно. По-разному. Кто-то активно, а кого-то мы не видим. Мы знаем, некоторые партии, даже не красноярцев, выдвинули в Красноярский городской совет из новичков. Вот если внимательно мы посмотрим список, мы увидим там и жителей Москвы, и Петербурга, и Самары, и Саратова, и Ростова, и так далее. Поэтому то, что все-таки мы краевым законом приземлили партии тоже, как Ругам, работают на пользу красноярцам. Красноярцам имеет смысл теперь читать бюллетени и смотреть фамилии тех людей, которые написаны в партийных группах. Вот это точно имеет смысл делать. Так что, если, когда пойдете восьмого на выборы, не забудьте очки, пожалуйста. Бывает такая история. Я бы и заранее прочитал, поинтересовался бы на самом деле. Это тоже очень интересно. Кстати, про восьмое число. Многие эксперты прогнозируют низкую явку на выборах. Ну, если просмотреть динамику, то 2008 год, когда мы выбирали главу города и городской совет, там была явка за 50%, а на прошлых выборах главы города было, я даже не помню, мы перевели за 20% или нет? 21-25, по-моему, было там где-то. Пожалуйста, не забудьте, что высокий процент как правило был тогда, когда у нас совпадали выборы с президентской, например, компанией. Значит, в целом, мировая практика сегодня такова, к сожалению, что на местный уровень явка снижается. Раньше не было такой тенденции, а сейчас она вот именно такая. Думаю, что это требуется дополнительного изучения. Мне кажется, что одна из причин этого, это, с одной стороны, участие населения, потеря доверия к власти, а у другой большой части наличие дополнительных инструментов взаимодействия с властью. Ну, вот посмотрите, вот уже как минимум второй год мы с вами видим, что мэрия, определяя, например, дороги для ремонта, ориентируется не только на мнение, например, депутатов городского совета, но и на конкретные обращения граждан и даже голосование проводит. То есть вот эти формы прямого и контакта с властью местной не только на выборах, оно приводит к тому, что человек думает, ну, зачем мне выбор, если я и так имею возможность повзаимодействовать с властью. Я не думаю, что это очень хорошо. Эти форматы должны быть, вот такого прямого и регулярного взаимодействия с гражданами. Но на выборы все же ходить надо, потому что все-таки мы формируем тем самым власть. Мы доверяем кому-то принимать решения от нашего имени. Хотелось бы, чтобы мы доверяли людям достойным, ответственным, честным и людям, которые способны отвечать за все принятые решения перед нами как избирателями. Это вот имеет очень важное значение, поэтому хорошо бы свой голос никому не передоверять. Вот сейчас у нас существует единый день голосования, на ваш взгляд. Это хорошая идея? Это правильная идея, что мы выбираем всех в один день? Ну, с точки зрения страны и экономики, это правильная идея. Другое дело, что мне не очень нравится, что мы это делаем, ну, фактически, в первое воскресенье, такое полномасштабное, сентября, потому что, ну, с точки зрения нашей погоды, конечно, хотелось бы, например, в октябре бы проводить день голосования, а не в сентябре, потому что очень многие вынуждены накопать картошку, зависит от подобного рода всяких дачных работ и так далее. Вот, а сам по себе тема единого дня, она абсолютно правильная, потому что она, ну, просто физически экономит средства в кармане страны. Ну, вот сейчас можно как-то красноярцев суметь все-таки подъемить на выборы? Знаете... Вот за эту неделю что-то, что должно произойти, чтобы они пошли? Ян, вот смотрите, давайте еще раз разберемся. Вот в нашем, вот, понимаете, вот, например, в Австралии участие в выборах является обязанностью гражданинства. Вот даже, по-моему, штраф есть, если человек не приходит на выборы. Да, и, соответственно, есть штраф. Вот это обязанность. В нашей Конституции выбирать – это право. Поэтому, вот, когда мне говорят, там, мы повысим явку. Кто мы? Кто мы? Гражданин сам решит. Конечно, участники политического процесса, партии, кандидаты, они должны быть заинтересованы в большей явке, они должны привлекать кандидатов. Это их зона ответственности. Органы государственной власти края, избирательные комиссии всех уровней должны что? Обеспечить право, обеспечить демократичность процедуры, обеспечить наблюдение за соблюдением процедуры и честный подсчет голосов. Ну, в Красноярске, вы знаете, у нас на этих выборах вновь на всех избирательных участках будут работать наши все средства электронного наблюдения, и в интернете можно будет видеть трансляцию со всех избирательных практически участков, все избирательные участки будут оборудованы комплексами автоматической обработки бюллетеней, и, соответственно, мы с вами увидим, что никто вручную ничего считать не будет, машины все посчитают, мы увидим все эти результаты фактически в первый же час работы после работы системы газвыборов, когда закроются участки. Поэтому мы с вами увидим все максимально прозрачно. Вот это обеспечили органы власти и избирательные комиссии всех уровней. А что касается явки, это дело совести каждого конкретного человека. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. И вам тоже спасибо. Я в финале хочу обратиться к красноярцам и вот о чем сказать. Дорогие друзья, это наш с вами город. Мы все заинтересованы в том, чтобы Красноярск был и дальше локомотивом развития Красноярского края. Мы очень хотим, чтобы наша городская власть была вменяемая, чтобы она не тонула в ворохе взаимных обвинений, а принадлежа к разным партиям. Я уверен, что городской совет будет многопартийным. Но к разным партиям. Но все эти люди, депутаты городского совета, ставили интересы красноярцев выше партийных и идеологических моментов. Чтобы они боролись за экологию нашего города, за планы развития нашего города, за социальное развитие нашего города и социальные гарантии для красноярцев. А это значит, нам нужны профессионалы, добросовестные, честные и ответственные люди во власти. Давайте выбирать именно таких людей. Большое спасибо. Сегодня у нас в гостях был заместитель председателя законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко. И небольшое, но очень важное, на мой взгляд, послесловие. Когда мы записывали нашу беседу с Алексеем Клешко, мы еще не знали результатов встречи губернатора Красноярского края Льва Кузнецова с президентом России Владимиром Путиным. А ведь эта встреча принесла очень важный результат. Президент поддержал позицию красноярцев и краевых властей в отношении Енисейского ферросплавного завода. И заявил, учитывая экологическую обстановку и пожелания горожан, Енисейский ферросплавный завод в Красноярске не должен быть построен. Вот такой постскрипт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова